Добрый день! Я приеду, посмотрю, как трава у вас будет расти, как у вас ухожены будут дома ваши. Мы из такого хозяйства, что мы будем смотреть все. Олег не ослабил здесь? Ни в коем случае. Мы очень горды. Преумношен. Спасибо вам, что вы посодействовали. Я думаю, что больше, чем мой друг Лопатент, никто не сделает, оказывается. Сделает и сделает. Молодежь она сделает. Мы горды, что работали. Хорошо, что приняли его, но если вы говорите, что молодец, я рад. Александр Иванович, я говорил на собрании пенсионеров у нас, что нам обратно повезло с руководителем. Спасибо вам за это. Но ты не слышал их. Захваливают. Если захваливают, это беда. Мы просто жалеем, что мы... И молчи, и не надо. Ну и вам спасибо, что вы держите... Не за что, это они, они. Что здесь мир, что мы пенсию во время получаем. Вот видите, 25-30 лет назад все кричали. Разделить колхозы, совхозы, фермерам раздать. Второй гвалт был. Чего ты помогаешь этим колхозам, совхозам? Деньги закапываем. А вот почему и помогаю. Потому что на его плечи ложится не только бизнес, как у нас говорят, у фермера. На поле заготовил, на ферму произвел, продал. А улицы, а деревни, а пенсионеров, кто будет у меня смотреть здесь. Вот это все на его плечах. Плюс председатель сельского совета. А школа? Ну и конечно мы им должны. Все. Все на его плечах. И фабры, участковые больницы и все. Поэтому я и помогаю колхозам, совхозам. Потому что они за меня выполняют роль. Смотрят за пенсионерами, школами, садиками и прочее. Это не фермера работа. Это государство. Но он у меня и государственник. Он выполняет государственную функцию. Поэтому я от этого и не отходил. Пускай будет. Разрушить мы еще успеем. Вон те, кто разрушились, они воюют. И уже земля даже там не фермеров, их фермеров, а уже дяди за океаном. И у нас это было. Просто с именем революции отбирать. Ну хорошо. Хорошо, что у нас сегодня мирно и хорошо. И мы все и можем спокойно. Александр Григорьевич. Вот для того, чтобы было мирно, нам надо вкалывать и вкалывать дороги. Работаем. Александр Григорьевич, а я хочу поблагодарить вас, как многодетная мать за шестеро. Молодец. Вот этот орден здесь, в коттедже. Я в Доме культуры работаю, руководитель народного ансамбля. Вот этот орден я получала в семнадцатом году лично из ваших рук. И сколько тогда было? Пятеро детей было. Ну один. Намекает. Пора. Вот я очень им горжусь. Благодарна вам за поддержку многодетных матерей, за внимание за вашу, за заботу и о детях наших. Многодетные семьи. Мы, конечно, будем внимательно их изучать, потому что они разные. Да. Я и настаиваю сейчас. Мы подумаем, как это сделать, чтобы деньги доходили до детей. Надо найти механизм. Многодетным детям будем делать все. Почему? Потому что у нас не хватает населения. Нам надо население увеличивать. Мы бы в два раза больше могли прокормить сегодня людей. Вторая категория – это военные. Они не должны беспокоиться, что у них не будет жилья. Но остальные должны зарабатывать. Мы уже там кредитами, еще чем-то поможем, но должны шевелиться. А многодетных мы будем поддерживать. И спасибо вам, что шестеро. Мальчики, девочки. Четыре мальчика, две девочки. Ну, неплохо. Один уже к нам на практику идёт электрики. Будущие защитники. А здесь электрики… Ну, отлично. Отлично. Настоящие семьи, чтобы были крепкие. Пятеро детей – это очень хорошо. Четверо – моих, да? Ну, как я говорю, двое – двоих, а третьи – моих. Да, да, да. Четверо. Четверо. Вот мы будем поддерживать. Поддерживать будем всех. Молодцы. Построим столько жилья, сколько надо. Ну, ладно. Отдыхайте. Отдыхайте. Нет. Лисандр Григорьевич. Спасибо. Скоро свято. Где наставника? Вы же наставник? Вы же наставник? Вы же наставник. Усе решёте? У вас еще и наставник? Ну, по-першести наставник. Ну, ничего страшного. А тогда уже крестьянин. А зараз вы наставник уже державый. Хотя в колхозе мне не пришлось работать. Ну, я считаю, что я от земли человек. Что колхоз, что совхоз – какая разница. А ваш губернатор, кстати? Здесь, здесь. Вот, он работал после меня в этом хозяйстве. Но я недавно узнал, что он работал там. Это не потому, что он стал губернатором. Потом мне сказали, что Исааченко работал в городце. Как? А когда в третьем ты был после меня? Да. Ну, два было еще. Извините, Александр Легорович, а я тоже вас знаю. Вот именно с восьмидесятых мы были… Все они рассказывали. Работали студентами Горицкое педучилище в вашем хозяйстве. Уборка льна, уборка льна и свёклы. Беда, беда. Но чтобы люди пололи свёклу, я сколько людям давал делянку свёклы, столько себе брал. Да. И делали, и добросовестно. Я пувыркался там вместе с ними. Да. И что интересно, постоянно вы приезжали… Так у меня там делянка эта была, несколько паразитов. Вы убирали, и я убирал. А льна – это беда. Вот я вспомнил. 300 гектаров было льна. Да, была большая плантация. Нам надо возвращаться к тому, чтобы крестьяне возделывали у себя этот льна. Спасибо вам. Спасибо вам. Ещё раз за всё. У каждого своя работа. Очень желаем, чтобы вы оставались с нами как можно дольше. Да. Чтобы я до смерти работал, а потом меня вперёд ногами вынесли. Мне вы этого не хотели. Смотрите, сколько молодёжи. Мы с вами определимся, как жить дальше. Не волнуйтесь. Придёт время, мы выберем хорошего руководителя. Вот видите, повезло вам? Да. А почему? А почему стране не должно повезти? Повезёт. Только надо аккуратно и голову на плечах держать. С вами везёт. Спасибо. Спасибо. Мы уверены, что мы оставим.